МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите общественное телевидение России. В эфире программа «Большая страна. Территория тайн». Есть в Графском парке. Так мы назвали сегодняшний выпуск. Как вы думаете, о чём идёт речь? Узнаем. В студии Павел Давыдов. Здравствуйте. Смотрите в этой программе. Прелести гнилого озера. Церик Кёль. Настоящая горная жемчужина Кабардино-Балкарии. Вологодские драконы. Какие тайны скрывает Любасивец? На перепутье мира. Алтайское священное озеро вызывает вопросы, на которые нет ответов. С незапамятных времён вода – одна из самых необычных стихий. С ней связаны немало примет, преданий, мифов и легенд. Наши предки были уверены, что вода произошла из волшебного источника. В русском фольклоре она неразрывно связана и с жизнью, и со смертью. Так живая вода, по преданиям, могла излечить израненное тело. У воды нередко воздвигали часовни и храмы, а порой и сами озёра, реки и моря становились героями мифов и легенд. «Есть в графском парке чёрный пруд. Там лилии цветут». Это цитата из баллады Атоса из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетёра». Помните, граф де ла Ферр полагал, что чёрный пруд скрывает тайну смерти его супруги-графини. В жизни практически каждого человека есть такой водоём, который его пугает. Ведь кто знает, что может быть скрыто под толщей чёрной воды. И таких озёр с таинственной историей в России довольно-таки много. А на чём же основаны эти страхи и какие мифы, связанные с озёрами, больше, чем легенды? Попробуем разобраться в этом выпуске вместе с корреспондентами большой страны. А начну с Солнечногорского района Московской области. Здесь расположилось небольшое озеро, но его глубина остаётся тайной за семью печатями. Недаром оно называется «бездомное». В народе упорно ходят слухи о многочисленных попытках энтузиастов и учёных нащупать дно. Но все они окончились безрезультатно. По легенде, более века назад сам Дмитрий Менделеев, чьё поместье находилось поблизости, пытался это сделать. Но стаметровой верёвки, как мы видим, не хватило. Местные уверены, что дна попросту нет. Потому что озеро Бездонное – часть мирового океана, с которым оно соединено, а в доказательство приводят факты, что местные детвора часто находят на берегах водоёма обломки кораблей. В это верится с трудом, на вид озера как озеро. Но удивительно, что научных объяснений или исследований по-прежнему нет. Как, впрочем, неизвестна глубина и другого озера – Терикёль, расположенного в горах Чирекского ущелья Кабардино-Балкарии. Долгие годы учёные пытаются разгадать множество загадок и тайн, связанных с его происхождением. О прелестях Гнилого озера. Мой коллега Вячеслав Воронков. Сегодня мы отправимся к одному из самых, наверное, загадочных мест в нашей стране – к озеру Церикёль. Думаю, мало какой водоём может сравниться с ним по его красоте. Во всяком случае, в путеводителях Кабардино-Балкарии Церикёль пишут как о жемчужине республики. Но не только красоты привлекают сюда туристов. Что же ещё? Сейчас мы это и узнаем. Озеро Церикёль расположено в живописном Чирекском ущелье. Добраться сюда нетрудно. Озеро находится прямо возле трассы Нальчик-Верхняя Балкария. Из столицы республики и соседних городов Кавказских минеральных вод регулярно ходят рейсовые и экскурсионные автобусы, а также такси. Не успеешь сюда добраться и сразу поднимаешь телефон, чтобы запечатлеть завораживающие пейзажи. Красивые места, красивое название. Хотя название только на слух, а так при переводе с балкарского вся романтика теряется. Церикёль – это гнилое или вонючее озеро. Действительно, при приближении к нему ощущается довольно сильный запах. Это сероводород. Но почти никто из приезжающих не обращает на него внимания. Так много интересного таит в себе этот чудный водоем. Долгие годы ученые пытаются разгадать загадки, связанные с озером. До сих пор никто точно не определил его глубину. Дна так никто и не нащупал. Причем даже с помощью глубоководного аппарата. Фактически, Церикёль – это бездонный колодец. При этом внешне озеро совсем небольшое. Но в его неизведанных глубинах скрывается огромная толща воды. Русское географическое общество и конкретно Центр подводных исследований ежегодно здесь проводят учения, исследования. Здесь каждый год погружаются батискафы, два батискафа. Достаточно тщательно все изучалось. Удалось опуститься. Это 279 метров. Но поскольку возможны какие-то расщелины, возможны какие-то вымывания грунта, вполне возможно, что это не предел. И есть где-то точки, которые могут пролегать гораздо глубже. Кстати, в свое время озеро изучал всемирно известный исследователь подводного мира Жак Ив Кусто. Но и ему не удалось достичь дна Церикёль. Озеро почти необитаемо. В нем живут только водоросли и ракообразные. Рыбы в нем не обнаружено. Хотя среди местных ходят слухи о том, что в подводных пещерах живут некие существа, которые периодически поднимаются на поверхность. Их тени, передвигающиеся под водой, видели в разное время и несколько человек. При этом чистейшая вода внезапно приобретала мутный белый цвет, и в отсутствии ветра на ее поверхности появлялись воронки и водовороты. Может ли это быть правда или у страха глаза велики – неизвестно. Ученые, во всяком случае, относятся к этому скептически. Удивительно озеро еще и тем, что кристально чистая вода здесь никогда не замерзает. Она достаточно холодная, плюс 9 градусов, но круглогодично. Почему? Тоже странно. И ответа тоже пока ни у кого нет. Да, хочу предупредить путешественников, купаться здесь не рекомендуется. Для неподготовленных туристов это может быть смертельно опасно. Газ, сероводород, низкая температура и воронки – это поистине адская смесь опасностей. Глубоководные погружения очень опасны и для водолазов-исследователей. Это напрямую связано с их профессиональным долголетием. Медики отмечают, что работа в таких непростых условиях оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему человека. Погружаться в тайну разрешено только специалистам, сотрудникам единственного в России центра глубоководных исследований, Голубое озеро и дайверам, работающим с ними. Под водой мы находим достаточно много интересных таких артефактов. Существуют предметы личного пользования какого-то человека, и все это смотано в определенный узелок, упаковано определенным образом. И потом забрасывают на дно в надежде, что никто не найдет. Но тут появляются дайверы, и мы это находим. Самое странное, что я видел, это здесь на определенной глубине идет выброс сероводорода в толщу воды. Он формируется всегда каждый раз по-новому, каждый раз идут уникальные фигуры и выдает настолько причудливые формы. Можно воспринять некое чудовище, которое здесь обитает. Можно оторопеть от того, что увидел. Находясь здесь, чувствуешь необъяснимое притяжение. Озеро манит себе. Бирюзовый цвет воды буквально завораживает. По легенде, именно такого цвета были слезы дракона. По рассказам, на месте, где теперь находится этот водоем, рухнул огромный дракон, пораженный героем нардских эпосов. А слезы, брызнувшие из его глаз от боли, заполонили каменную нишу и образовали вот такой красивый водоем. Другая легенда гласит, что на дне глубоководного озера покоится войско самого Тамерлана в боевом облачении и с сокровищами. В один из походов на Кавказ в 1394 году армия великого завоевателя встретила мощное сопротивление горцев. Не все склонили голову перед победителем орды. Огромная масса войск настолько смешалась в горных теснинах и ущельях, что оказалась небоеспособной и сгинула в пучине Изумрудного озера. Есть мнение, что здесь проходило войско Тамерлана и что одна из колесниц упала в озеро или несколько их было. Проводя исследование, кому-то померещилось, что они увидели эту колесницу, но она была немножечко завалена камнями, поскольку озеро карстовое, и оно обваливается. То, что когда-то лежало открыто, сейчас уже сложно найти, потому что камни заваливают. Еще одна загадка. Объем озера постоянно увеличивается. Научный ответ тоже есть. Ученые говорят, что вода в озере обогащена минералами. Будучи насыщенной ими, она разрушает, разъедает почву, что приводит к постоянному увеличению водоема. В то же время из озера вытекает река, более 70 тысяч кубометров воды в сутки. А вот что подпитывает сам водоем, непонятно, так как впадающих источников снаружи не видно. Ученые называют это главной загадкой, разгадка которой, по их утверждениям, уже не за горами, хотя в данном случае считают исследователи именно за ними. Так как удалось обнаружить горизонтальное продолжение, это ниша, которая уходит в сторону горного массива. Это значит, что вскоре могут быть найдены и другие пещеры, через которые, вероятно, и проникает вода. Проникнуть в них чрезвычайно сложно и опасно даже глубоководным аппаратам, ведь неизвестно, что или кто там может находиться. Но и на этом чудеса церек Кёльни заканчиваются. Найденные на глубине водоросли не характерны для Кавказского региона. Откуда они взялись? Вопрос, также оставшийся пока без ответа. До последнего времени считалось, что глубина озера 258 метров, но выяснилось, что это не так. Ученые в рассказы о неизвестных существах на дне озера, конечно, не верят. Но кое-что, говорят, в озере все-таки точно есть. Это грузовик. Местные жители утверждают, что автомобиль, доверху груженный ящиками с портвейном, утонул в церек Кёль в 30-х годах прошлого века. Правда, исследователи этот миф разоблачили. Грузовик на дне действительно есть, но портвейна в нем всего ящик. На видео было видно раньше, что он лежит. Видно было все хорошо, но потихонечку осыпается грунт и засыпает эту машину. И уже несколько лет назад можно было понять, что это грузовичок тот же самый, но он уже, к сожалению, засыпан камнями. Но ребята иногда находят бутылки с вином, закрытые. Советская крышка такая пластиковая, закупорена. Ну, все как раньше было, зелененькая бутылочка. Одну бутылку даже достали, попробовали и оценили выдержку. С чувством юмора у местных все в порядке. Но все-таки шутят об озере они с опаской. Да и стараются обходить его стороной. Из-за суеверий считается, что в церек Кёль нельзя даже руки опускать. Чувствуют поверье, что здесь, на глубине озера, живет некий хардар. Здесь периодически бывает водоворот, исплывает шерсть баранины. Старики раньше говорили, что периодически видели, как что-то выплывало из озера и ныряло обратно. Именно в наше время здесь есть очень много водолазов, которые очень неожиданно гибнут. Были случаи, когда человек просто плавал и ушел, как камень на дно. Кстати, местные жители, с которыми нам удалось пообщаться, рассказали нам еще одну историю возникновения озера, которая им особенно нравится. Старожилы рассказывают, что давным-давно жила здесь красавица-княжна. Однажды она встретила пастуха, и молодые люди полюбили друг друга. Однако на сердце юной девушки претендовал и богатый князь. Узнав, что у него есть соперник, он приказал поймать пастуха и бросить в пропасть. Молодая княжна побежала к этой пропасти и стала над ней плакать. Слезы заполнили бездну. Любовь девушки была очень чистой, а глаза необыкновенно голубыми. Поэтому и озеро получилось настолько прозрачным и красивым. А вот туристов, исследователей и дайверов со всего мира таинственное озеро не пугает. Они продолжают приезжать сюда в надежде разгадать его феномен. Расскажите, почему вы сюда приехали, что вообще вас привело и о впечатлениях сегодняшних? Вообще я родом из Дагестана. Сюда мы приехали на свадьбу нашего брата. И, конечно же, я не могла посетить такое прекрасное место. Я слышала здесь много разных легенд. Одна из них – это легенда о драконе. Бирюзовый цвет воды, он прям манит к себе. На Кавказе много зелени, много хорошей природы, воздух. И мне, в общем, очень все красиво, очень понравилось. Вокруг озера развернули целый парк отдыха. Есть комфортабельный отель с прекрасным видом. А хозяева кафе приглашают гостей утолить разыгравшийся на свежем воздухе аппетит вкуснейшими шашлыками, ароматной шурпой и, конечно, традиционными хачинами. Кстати, самый большой в мире хачин приготовили именно здесь в 2010 году на фестивале Stream Fest. Кулинары сумели сделать пирог диаметром 3 метра и 30 сантиметров. В Кабардино-Балкарии множество уникальных достопримечательностей, которые определенно стоит посетить путешественникам, жаждующим приключений. У каждого из них есть своя история, свои тайны. И мы обязательно продолжим их разгадывать вместе. Вы смотрите программу «Большая страна. Территория тайн». Продолжаем разговор о таинственных озерах, в которых черная вода хранит свои секреты. Например, озеро Шайтан в Омской области. Подобраться к его воде можно лишь с одной стороны. И то не каждый подскажет, как это лучше сделать. Утверждаю, что своим происхождением цепь из пяти озер обязана упавшему метеориту. От него и небывалая энергетика здешних мест. Рассказывают, что не каждому дано попасть на его берега. Если не угоден озеру ты, то не удастся найти правильный путь. Таинственные светящиеся шары над водной гладью местное население воспринимает как само собой разумеющиеся природные явления. Воду там считают целебной. Она и при хранении не портится. Излечивает от многих недугов. Шайтан озера привлекает и паломников различных религий. Есть здесь поляна бога Перуна. Место совершенно правильной формы, как будто нарисованное гигантским циркулем. Ученые уже многие годы пытаются разгадать эту великую загадку Сибири. О тайнах мы продолжим наш рассказ. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Большая страна. Территория тайн». Тема выпуска есть в Графском парке. Пытаемся узнать, что же скрывает черная вода. Озеро Сюрзи в Архангельской области богато рыбой. Но отдыхать на его берегах нельзя. Расплата может быть очень дорогой. Несколько необъяснимых смертей озера снискало ему дурную славу. Расположены недалеко космодром в Плесецке или газы, которые поднимаются со дна озера, делают состав воды странным, необычным. Все это остается загадкой. Почему эти факторы не влияют на рыбу, тоже необъяснимо. Но жители Мезенского района, живущие у воды, замечают повышенную смертность скота и болезненность людей. А в отдаленных таежных лесах Вологодской области есть озеро Любосивец, которое скрывает тайну драконов. Об этом моя коллега Екатерина Якунова. Озеро Любосивец прячется от людских глаз в глухих лесах. Оно невелико. По происхождению ледниковое. Но форма его такая ровно круглая, что напоминает воронку от падения какого-то небесного тела. С небом и полетом это озеро связывает еще и то, что в народе его называют глаз дракона. И правда, находясь здесь, ощущаешь, как будто кто-то наблюдает за тобой. Может быть, это огромный дракон, который прилетел сюда отдохнуть и во сне подрагивает своей огромной сосновой чешуей. И самое удивительное, что драконы здесь, на Вологодчине, действительно были самые настоящие с хвостом и чешуей. Это леогаргон. Охотник на децинодонтов и париозавров. Леогаргон был самым крупным животным пермского периода. Он обитал в пермских лесах примерно 300-250 миллионов лет назад. Леогаргоны, если брать временную шкалу, были прадедушками столь популярных у нас тираннозавров, бронтозавров, диплодоков и прочих гигантов юрского и мелового периодов. Леогаргоны – звероящеры. И в свое время, более 250 миллионов лет назад, были не одиноки. На этой территории, в окрестностях сегодняшнего городка Тотьма, кипела удивительная жизнь. Здесь был огромный пермский лес. Растительный мир, также и животный мир пермского периода, значительно отличался от современного мира. В пермских лесах произрастали древовидные хвощи, папоротники, кардоиты, коломиты и многие другие растения. Отличительной особенностью пермского леса было то, что в нем не произрастало цветковых растений. Под огромными деревьями жили удивительные существа – звероящеры. Это древние рептилии. В середине Перми они были распространены по всей планете. И здесь, в среднем и нижнем течении современной реки Суханы, в течение тысяч лет встречались в большом разнообразии. Они могли быть внушительными. Тот же леогаргон или париозавр, походивший на современного бегемота. Могли быть, как крысы. Например, микрозавр или микрофон. Звероящеров многие ученые считают предками млекопитающих. Но до этих изменений еще много миллионов лет. Находясь среди этих звероящеров, все время кажется, что попал на съемки фантастического фильма. И в то, что эти существа жили здесь много миллионов лет назад, и это доказано серьезной наукой, веришь с трудом. Но это факт. Как и то, что пять лет назад в этом зале был кабинет директора музея Тотьмы. И он, решив, что ископаемое важнее, уступил его звероящерам. Облик каждого зверя, или правильнее сказать, существа, выполнен по тем останкам скелета, которые ученые-палеонтологи обнаружили в преимущественно известняковом грунте. Очень помогли исследователям и дорожки следов этих доисторических животных, которые сохранились на обнажившихся в наше время каменных плитах на побережье. Все той же суханые. У ученых есть специальные программы, которые на основании найденного материала позволяют понять, как выглядело существо, как передвигалось, чем питалось и какого было размера. Для Тотимского музея звероящеров пермского периода изготовил палеонтолог Андрей Скворцов из Вятки. Я теперь квартирую по соседству, и каждый раз, когда приходят дети на экскурсии, я постоянно слышу и рычание ящеров, и новые какие-то комментарии нашего экскурсовода Светланы Васильевны, которые какие-то новые детали постоянно подыскивают в книгах, журналах и рассказывают их на экскурсии. Поэтому мне кажется, что все сложилось так, как сложилось, и очень здорово, что у нас теперь есть такой зал, но мне кажется, что его пока как-то вот даже мало, и может быть, спустя какое-то время второй зал тоже откроется, и отсюда мне тоже придется выехать из этого кабинета, ну что поделать, ящерить и снять директора, директор переедет еще куда-нибудь. В том, чтобы открыть и второй, и третий зал, посвященный палеонтологии, нет ничего удивительного. Животный мир 300 миллионов лет назад был разнообразен и необычен. Другой была и земля, на которой стоит сегодняшняя тотьма. И, конечно, река. Сейчас Сухана – самая большая река на Вологодчине. Ее длина – 560 километров. Во времена, когда в этих землях бродили оберкови и сухонопусы, никакой суханы еще не было. И то, что многие звероящеры получили свои имена от ее названия, говорит лишь о том, что ученые нашли этих существ на берегах теперешней реки. Как известно, все дороги в тотьме ведут к реке Сухане. Нашу прекрасную реку Сухан в своих произведениях воспевали художники, писатели, поэты, путешественники очень много говорили о реке Сухане. И даже здесь, на бульваре Дилакторских, мы видим прекрасные картины с видами реки Сухана нашего живописца Феодосия Михайловича Вахрушова, где изображен вечер на Сухане, а также наш знаменитый камень Лось. Лось – один из самых больших камней-волунов в России, который может рассказать нам о мощи Валдайского ледника, лежавшего на огромной территории 15 тысяч лет назад. Он таял, и воды его образовали огромное озеро, которое, выплеснувшись из своей котловины, понеслось вниз к океану. По пути поток захватил две большие реки, которые текли в противоположные стороны с более древних времен. Он сумел развернуть их и слил в одну мощную реку. По этой реке очень хочется пройтись на лодке или на байдарке. У нее множество притоков. В верховьях, в противоположность всем рекам, она широкая и медленная. В среднем и нижнем течении Сухана убыстряется, и воды размывают берега. И вот тут-то открываются разные древности. Чем ниже спускаешься по реке, тем выше и круче становятся берега. В районе деревни Апоки они поднимаются до 65 метров. И они полосатые. Белые, розовые, серые, желтоватые полосы – это породы пермского периода, которым более 200 миллионов лет. Вот в них-то ученые и находят остатки древнейших представителей флоры и фауны. А мы, кажется, обнаружили одного из таких ученых. Берег Сухана интересен тем, что здесь есть уникальное совершенно местонахождение пермских позвоночных, которые мы периодически отсматриваем, потому что обрывы разрушаются, местонахождение разрушается, и часть материала оказывается на печевнике. И чтобы она оказалась доступным исследованием, изучением, и просто сохранялась, ее надо вовремя собрать. Ольга Яшина – геолог, заведующая Музеем природы города Череповца. Палеонтология вначале стала ее увлечением, хобби, но потом затянула настолько, что теперь в экспедиции Ольга отправляется каждый год. Общается со столичными учеными, создает экспозиции и даже нашла своего звероящера. Да, есть зверек, которого нашли мы на реке Старая Тотьма. Это вот этот вот зверек. Название этому животному дал главный автор статьи Валерий Буланов. Вот мы его только нашли, остатки этого животного. И иногда они связаны с географическим регионом, с географическим названием места, где был найден. И вот там расположено это местонахождение, обрыв, рядом с поселком лесопромышленников Абирково. Ну и, соответственно, название получилось Абирковье. Ольга Яшина рассказывает, что Суханское месторождение пермской фауны и флоры стало известно очень давно. Еще в 19 веке после экспедиции Амалицкого. На пике увлечения палеонтологией сюда приезжали и любители, и крупные ученые. Материал для своих исследований палеонтологи ищут здесь и сейчас. Ольга предлагает поехать в местечко Пуртовино, заброшенную деревню, рядом с которой на берегу Суханы сейчас в экспедиции ее коллеги из Института палеонтологии Российской Академии Наук. Мы, конечно, не можем упустить возможность увидеть, как работают ученые. На первый взгляд здесь, на берегу Суханы, обычная туристическая стоянка. Палатки, кострища, сушатся полотенца. Но рядом информационный аншлаг, где обозначены границы геологического памятника природы. А в палатке сотрудник Института палеонтологии РАН Елена Бояринова работает над тезисами к научной статье про париозавров. Елена сегодня дежурная по лагерю. Остальные ученые уехали на раскоп. Задача дежурного просто присматривать за лагерем, потому что, конечно, здесь бывает и аппаратура какая-то. В частности, мы сейчас готовим тезисы, поэтому взяли ноутбук, телефоны оставляют некоторые, жесткий диск, может быть. В общем, генератор у нас. Потому что без генератора мы уже не ездим, мне кажется, уже много лет не ездим. Потому что это и свет, и подключить, подзарядить все устройства. Еще дежурный должен приготовить палеонтологам ужин. И пока есть время, занести в таблицы данные о вчерашних находках. Ищут палеонтологи в этой экспедиции вполне определенные вещи. Шипы или по-научному остеодермы париозавров. Самых больших растительноядных рептилий, обитавших здесь в пермском периоде. У них в коже на теле образовывались костные такие вот бляшки. Называются остеодермы, то есть кожное костенение. Они вот внутри кожи образовывались и формировали такой панцирь. На другой берег Суханы к месту раскопок отправляемся и мы. На помощь вновь приходит наша байдарка. Палеонтологи работают прямо на крутом берегу на высоте 15-20 метров. Чтобы добраться до нужных слоев, они прорубили в грунте ступеньки и расчистили себе небольшие полки. Ученые работают, разбирая так называемую линзу. Внутри вот этих слоистых толщ, она вот такая действительно похожая на линзу, врез, речных, отложений. В общем, древняя река, короче, здесь захоронена. Руководитель экспедиции Валерий Голубев не особенно сегодня доволен. Палеонтологи вышли на охоту за древними париозаврами, а попадаются сплошные храниозавры. Это крупные рептилии, похожие на современных крокодилов, которые водились в этих местах в большом количестве. Мы жили здесь почти 255 миллионов лет назад. Целых скелетов нет, отдельной кости много. И вот, чтобы их найти, мы вынимаем эти камни и проколачиваем их один за другим. Иногда, чтобы найти остаток позвонка, зуб, кусочек панциря, приходится переколотить тонну породы. А иногда находки лежат буквально на поверхности. Палеонтолог, как грибник, элемент везения никто не отменял. Фрагмент такой крупный, глинистого оливролита, сильно углистого. Сейчас попробуем мы его расколоть. Что-то такое здесь вот есть. Вот это черное – это все уголь, а это более коричневатый цвет имеет. Вот он темненький. Это, судя по всему, фрагмент позвонка. Зато сегодня везет с погодой. Облачно и не так печет солнце. Ведь палеонтологам приходится работать на открытой площадке. Над крутым склоном на вес не поставишь. Еще не самое приятное – разбирать породу с остатками древних растений, за миллионный лет ставших вкраплениями угля. Ученые под вечер становятся похожими на шахтеров. А вечер часто бывает долгим. Те находки, которые удалось добыть, предстоит очистить и предварительно решить, к какому виду относятся найденные окаменелости. Своего париозавра ученые все же нашли. Там же, на отвесном обрыве напротив лагеря. Теперь маленький окаменевший шип отправится в палеонтологическую лабораторию в Москву. А палеонтологи в Оренбургскую область искать париозавров, подобных Вологодским, чтобы подтвердить ареал распространения шипастых рептилий. Но сюда, на Сухану, исследователи, конечно, вернутся. Валерий Голубев и его команда уверены – берега этой реки хранят в себе еще немало тайн. Возможно, в далеком прошлом здесь обитал еще, к примеру, и сухозавр, пока не найденный и не названный этим именем. Якутское озеро Лабын-Кыр находится в восточной части республики. Оно поистине уникально. И дело не в том, что обитает в нем, по поверим местных жителей, животное, способное проглотить собаку или оленя. Сотрудники Академии наук СССР, побывавшие там аж в 1953 году, описали существо огромного размера, которое им удалось увидеть. Тогда лабын-Кырский черт, как его еще называют, показал из-под воды часть своего темно-серого бока. Но все же, главная особенность озера в том, что оно не замерзает при минусовых температурах. Можете себе представить, вокруг полюс холода Оймякон – минус 50, а вода в озере плещется, как летом. Но набранная в кружку жидкость тут же становится льдом. Попасть к этому удивительному водоему сложно, дорог там нет, транспорт – только вертолет или вездеход. На перепутье мира расположено еще одно озеро – Арукем. Оно находится в таинственной Каракольской долине Алтая. Из озера не вытекает ни одна река, питают его подземные источники. Среди местных жителей бытует легенда о его метеоритном происхождении. Там побывал мой коллега Дмитрий Дробышев. Еще недавно к этому таинственному озеру поодиночке даже не приближались. Времена изменились, но сила осталась. Местные жители считают его мистическим. На берегу нельзя шуметь, разводить костры. В нем даже не купаются. Нас ждет озеро с загадочным названием Арукем. Попасть на это озеро не так-то просто. Спряталось оно в центре Теректинского хребта, в тайге, на высоте 1400 метров. Это территория природного парка. Путь лежит через священную долину, которая берет свое начало у горы Учинмек. В переводе с алтайского Учинмек – три темени, три жизни. Это своеобразная пуповина Земли. Она тесно связана с космосом и небом и обеспечивает жизнь на планете. Она действительно почитается и местными жителями, и вот люди, которые приезжают сюда, говорят о том, что испытывают очень такие яркие ощущения в смысле прилива сил. Человек как бы здесь очень быстро отдыхает, восстанавливается. Здесь очень мощные есть магнитные аномалии. Каракольская долина у алтайцев издревле считается священной. Место часто называют перекрестком миров, поскольку на относительно небольшом пространстве удивительным образом переплелись различные эпохи. Здесь расположены древние курганы, каменные бабы или кезертаж, представляющие собой одну из загадок горного алтая. Это мощный космический портал. Место благоприятно влияет на человека, приводит его в нормальное состояние. Местные жители рассказывают, что часто видят в долине богиню Умай. Она является духом горы Учин-Мек и покровительствует всей жизни на земле. Богиня-мать – главное женское божество во многих мифологиях. Ее образ прослеживается в культурах древних народов, начиная со времен Верхнего Палеолита. Это 35-40 тысяч лет назад. Умай почитается как воплощение творческого начала природы, источника ее плодородия и изобилия. Жители Каракольской долины до сих пор верят в божество, поклоняются ей, совершают обряды, ведь она дает им жизнь. Ну а мы продолжаем двигаться к священному озеру. У нас на пути алтайское село Кулада. Таких мест на земле остается все меньше и меньше. Кулада в переводе с алтайского – птица. Местные жители с трепетом относятся к своим традициям и почитают предков. На въезде две деревянные скульптуры – мать, ждущая сына, и сын, прощающийся со священной родиной. Сейчас они живут в другой, невидимой простому человеку жизни. А здесь стоят их деревянные образы. Местные жители их почитают, впрочем, как и все остальное, что их окружает. Здесь вас обязательно пригласят в национальное жилище – АИЛ. В центре треножный очаг, поскольку цифра 3 для алтайцев сакральная. Пространство между очагом и канавязью считается священным. Там никому нельзя проходить. Все обряды совершаются с использованием огня. У алтайцев это символ матери-хранительницы. Герои алтайских песен – древние богатыри и мифические животные. Часто в народном эпосе встречаются упоминания колесниц, спустившихся с небес, запряженных крылатыми конями. Вот почему центральное место в здешнем музее занимает удивительный артефакт – кости древней лошади. Говорят, что раньше у нас были, скажем, летящие кони. Ихние крылья, видите, да, неизвестные породы, но по-галтайски сказать, а эти кони называются аргымак. Вот. А сейчас их нету, они исчезли. Население Кулады отличается особым менталитетом. Люди уверены, что находятся в духовной и родственной связи с природой долины. Считается, что все эти древние памятники вкупе с традиционной культурой коренных жителей представляют собой информационный код о законах мироздания. Мы передаем наши традиции с поколения в поколение. Даже наши маленькие дети уже около 5-6 лет знают, что такое новая луна, старая луна. Вот. Поэтому, когда надо кропить молоко, мы постоянно им это говорим. И, скорее всего, это даже просто наша жизнь. Еще местные жители рассказывают, что чувствуют энергию долины сердцем. И она дает им силы. Люди слышат горы, реки, деревья и мелодию леса. Его здесь так и называют – поющие. Быть может, он и наделил куладинцев слухом. Здесь поют практически все. Это памятник песни. Его построили на деньги, собранные жителями кулады. Установлен памятник в 2015 году и посвящен песне «Вечерняя звезда». Ее алтайцы очень любят и зачастую называют неофициальным алтайским гимном. Как говорит жительница кулады Алтынай-Матина, любовь к пению у ее народа заложена на генном уровне. Мы же чубаны, кочевники, в основном как сели на коня. И все, мы поем, душа у нас поет. Так как мы эмоцию прячем, вот скажем, мы свои эмоции сильно же не показываем, и все держим в себе. А когда вот поем, вот эта вся эмоция, наверное, выходит. Родом из этого села многие кайчи-сказители. Кадраж Шумаров – один из них. Он говорит, что все сюжеты алтайских эпических песен имеют реальную историческую основу. Сказители видят мир иными глазами, видят то, что обычным людям не дано. Своим невероятным горловым пением кайчи-шумаров помогает людям, возвращает им силы, а сам черпает их у священной горы Учен-Мек. Внезапно посмотришь на вершину Учен-Мек, сразу в груди какой-то огонь или еще такая энергетика, будто бы поступает. Вот иногда, когда даже болеешь, иногда выйдешь, смотришь на вершину Учен-Мек, и просишь здоровья и благополучия. Интересно то, что в Куладе мы, еще не видя озера, много о нем услышали. Оказывается, гора Учен-Мек дает силу всему, что находится в долине. Особенно это касается воды. Испокон веков старейшины собирались у священного родника рядом с селом. По легенде, однажды охотник пустил стрелу в морала и ранил его. Побежал олень к источнику, и рана моментально затянулась. Понял охотник, что Аржан-Су силу и жизнь дает. С древнейших времен у источника проводили сакральные, таинственные обряды. Говорят, что если прийти на это место рано утром, можно увидеть на дне родника бирюзовые бусинки. Однако их духи показывают только людям с чистой душой, кому нужна помощь. А еще родник лечит глазные болезни. От Кулады до нужного нам места около 13 километров. Дороги практически нет. Путь достаточно экстремальный. Его можно преодолеть только на внедорожнике. Во многих местах даже такой транспорт с трудом преодолевает каменные преграды и ухабы. Дорога проходит вдоль горной реки Орыгем. Река бежит с вершины горы Учинмек. Вода студеная и по местным поверьям священная. Место восхищает. Нетронутая природа, горы, пение птиц, цветущие лесные пионы. В такой красоте время не замечаешь. И вот показалось то, к чему мы так упорно и долго добирались. Здесь озеро Арукем, окруженное тайгой с чистой и прозрачной водой, которая летом прогревается до 20 градусов. Это для горного озера аномалия. С алтайского Арукем так и переводится – чистое озеро. Интересно, что существует оно как бы самостоятельно, независимо. Из озера не вытекает ни одна река, а питают его подземные источники. Происхождение озера не изучено. Возможно, ледниковое или произошел сдвиг тектанических плит. Среди местных жителей бытует легенда о его метеоритном происхождении. А озеро само по глубине около 20-22 метров. То есть оно зеркально получается около двух гектаров, но по глубине оно тоже выигрывает. Озеро всегда было местом поклонения, духом воды и горе Учинмек. Здесь запрещено шуметь, рубить деревья, разводить костры. Сакральность этих мест идет издревле. Не случайно алтайцы несколько раз в году на растущую луну проводят у Арукема обрядовые действия. Совершить ритуальное омовение можно в этом озере. То есть тихонько подойти, совершить обряд, окупнуться и поблагодарить – это не запрещается. А вот пикники проводить, купаться, нырять, визжать, как это любят у нас туристы – это нельзя, конечно. Коренное население считает озеро священным. Местом силы. Хотя сила эта весьма противоречива. И у разных людей может вызывать разное ее восприятие. Одних оно мгновенно расслабляет и умиротворяет, очаровывая своей неповторимой красотой. У других же вызывает необъяснимое чувство тревоги и беспокойства, невзирая на окружающую красоту и обволакивающую тишину. Озеро овеяно множеством легенд. В этом озере обитает синий бык. Это существо, животное, бога подземного мира – эрлика. Он хранит покой этой долины. И здесь мы опять же видим, встречаются небесный мир, космический, и мир подземный. Говорят, что со дна озера время от времени поднимается большой водяной пузырь, образуя в этом месте воронку. Наш гид Ирыс сам слышал не раз устрашающие звуки озера. Исходит такой звук, как будто здоровый бык кричит. Если это первый раз одному услышать, если честно, у меня мурашка по телу была. Еще одна легенда рассказывает о любви юноши и девушки. Хан-отец был против свадьбы и попросил шамана превратить их в озера. Однако любовь оказалась сильнее и соединила их вместе подземной рекой. Считается, что глубоким подземным каналом озеро связано с другим водоемом. По легенде, конь, однажды затонувший в Рукеме, всплыл в том озере. В окрестностях Таежного озера растут кедр, лиственница, пихта. Рядом – высокогорные альпийские луга. Здесь, на берегу, мы встретили краснокнижный цветок с интересным названием – Венерин башмачок. По легенде, богиня любви Венера, заблудившись в лесу, потеряла в нем свой башмачок. Оставленная туфелька превратилась в красивый цветок. Именно отсюда открывается неописуемый красоты вид Теректинского хребта и горы Учинмек, абсолютная высота которой – 2792 метра. Местные почитают гору наравне с Белухой и считают, что Учинмек обладает очищающей силой. Считается, что расположенные друг напротив друга по разным сторонам загадочной Уймонской степи эти горы-близнецы поддерживают и сохраняют некий энергетический баланс. Издревле и по сей день на Учинмек нельзя подниматься. Сюда не ведут охотничьи тропы. Алтайцы уверены, что отправиться к ее подножию и совершить восхождение сможет только избранный – тот, кого позовет сама гора. Говорят, если вершина хорошо видна, открылась человеку, значит он пришел с чистыми помыслами. Таинственное мелководное озеро Чаны в Новосибирской области печально известно тем, что регулярно отбирает жизнь у рыбаков. Причем происходит это по одному сценарию – удар по дну лодки, которая переворачивается и человек исчезает в воде. Попытка объяснить это внезапной волной кажется несостоятельной, потому что тела погибших не находят. А очевидцы утверждают, что видели силуэт огромного животного. Так что же это? Может быть, вы знаете? Напишите нам адрес электронной почты bssobaka.ptvr.ru Вы смотрите программу «Большая страна. Территория тайн». Через несколько минут расскажем о легендах озера Плавучая. Оставайтесь с нами. КОРОЛЬ Чем он болен? Почему я женат на этой скучной корове? Королева Вы считаете нормальным напиваться в борделях каждую ночь на глазах у всего народа? И притворный доктор Возможно, она больна. Вы должны ее вылечить. В первый раз в своей жизни я была счастлива. Романтическая любовь или государственный переворот? По моему приказу, всеми государственными делами будет заведовать совет, состоящий из меня и доктора Иоганна Фридриха Струэнзе. Да кто вы такой? Историческая драма «Королевский роман». Сегодня на общественном телевидении России. Есть известное выражение «концы в воду», то есть надежно спрятать, скрыть следы преступления, потасовать факты, ввести в заблуждение. И в нашей истории такое происходило не раз. Прямо сейчас расскажем о легендах озера Плавучая, которое находится во Владимирской области. Водоем около микрорайона «Мостострой» окутан тайнами и легендами. По слухам, плавучие островки на нем – это короба с телами бояр Кучковичей, которые убили князя Андрея Боголюбского. Так что есть в Графском парке под Владимиром тоже свой черный пруд. К таинственному водоему, который дополнит карту необычных озер, отправилась моя коллега Карина Романова. Этот водоем под Владимиром с виду кажется совершенно обычным. Лесное озеро карстового происхождения, округлая котловина площадью около 10 гектаров, болотистые берега. Однако это место окутано множеством тайн. Старожилы называют озеро Плавучая «гиблом», а рыбаки и любители тихой охоты стараются уйти из его окрестностей до темноты. Дурную славу озеро у окраины поселка Мостострой получило благодаря преданию об убийстве великого Владимира Суздальского князя Андрея Боголюбского. Согласно летописям, приближенные к князю бояре, братья Кучковичи, возглавили заговор против властителя. И в ночь на 29 июня 1174 года убили князя в его же покоях в Боголюбове. Они обманом, значит, прошли туда, убрали у него меч изначально, там шестеро примерно вооруженных мужчин против 60 с лишним летнего, и они полчаса сражались. Потом из-за потери крови, не получив ни одного смертельного ранения, он упал, они решили, что он убит. Они пошли, значит, выпивать, а он очнулся и пополз вниз туда, там сохранилось это место. А потом они, значит, выпив, решили дать проверим. Тела нет, они испугались, потом увидели кровавый след, пошли по следу вниз, увидели его и уже добили, уже там. После убийства князя заговорщиков решено было казнить. Их ввели к плавучему озеру с подрезанными пятами, чтобы каждый шаг давался им с болью. Затем убийц зашили в грубые мешки и подожгли. Так как предателей нельзя было хоронить в земле, их останки поместили в деревянные смоленые короба и утопили в озере. Однако, согласно поверью, вода тоже не приняла тела заговорщиков. Считается, что плавающие по поверхности водоема мушистые островки и есть те самые короба. Известный российский лингвист и глава русской мифологической школы Федор Буслаев в XIX веке писал об этом озере следующее. Болотистые, обросшие мхом берега плавучего озера, обильные ягодами, привлекают сюда горожан и поселян, которые, однако, спешат уйти в сумерки из-за дурной славы озера. Мшистые зеленые кочки, плавающие от одного берега озера к другому, предание обратило в могильные колоды. Местные жители советуют с осторожностью ступать вдоль озера. То, что кажется твердой землей, на деле может оказаться плавающим дерном, который при сильном ветре отрывается от берегов. Местные даже выложили к озеру деревянный настил, чтобы ненароком не провалиться в воду. Так что словосочетание «земля уходит из-под ног» здесь полностью лишается своей метафоричности. Озеро плавучее примечательно еще и тем, что вода в нем необычайно темная, а глубина, по официальным данным, достигает 10 метров. Поэтому многие местные жители называют проклятое озеро бездонным. Несмотря на гнетущую атмосферу и страшные легенды, жарким летом отдыхающие с удовольствием здесь купаются, а рыбаки приходят сюда за окунем, щукой, платвой и прочей озерной живностью. Однако раз в год, в годовщину смерти Андрея Боголюбского, люди стараются избегать этого места. По поверью, в ночь на 29 июня на плавучем шумит призрак. С озера отчетливо доносятся стоны голоса убийц Андрея Боголюбского. Само озеро при этом неспокойно, а плавающие островки жутко колышутся. Как писал в своих трудах русский этнограф Дмитрий Зеленин, проклятые убийцы Андрея Боголюбского из века в век плавают по озеру в Карабах, обросших мхом, и не тлея стонают от лютого мучения. Взялись за убийц позднее гораздо. Первые неделю после убийства Боголюбского весь Суздаль, все Боголюбово и Владимир ликовали, было восстание, все радовались, что убили князя, а потом поняли, что без него тяжело, и решили найти, а кто же все-таки его убил. И вот поймали несколько лет назад в Переславском соборе 12 века, была обнаружена эта надпись. Там есть несколько новых имен, которых не было известно, но кто эти люди, что за ними стоит, почему они там появились, мы не можем сказать, да, надо дальше смотреть, может, где-то еще, может быть, найдется какие-то свидетельства. Существует легенда еще об одном озере неподалеку от деревни Байгуши, которая также связана с историей убийства Андрея Боголюбского. По преданию, в этом водоеме с камнем на шее утопили жену князя Улиту, которая также участвовала в заговоре. С тех пор озеро зовут Паганым, а местные редко приходят к его болотистым берегам. Вода. H2O. Но чем проще и привычнее, на первый взгляд, объект или явление, тем сложнее и таинственнее оно оказывается. Тем более, что практически в каждом населенном пункте можно встретить свой графский парк с черным прудом. Посмотрите по сторонам, но будьте осторожны, ведь удивительное ближе, чем кажется. Наша программа завершена. Напомню, что любой выпуск вы можете посмотреть на сайте otrdefisonline.ru. До встречи и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok